Здравствуйте! В последнее время на улицах, да и не только на улицах, но и в кинотеатрах, в маршрутных такси, на телевидении, в интернете, да где угодно, появилось очень много рекламы о насилии в семье. Хотелось бы сразу уточнить. Когда при помощи такой рекламы пытаются бороться с жестокостью, несправедливым отношением, с насилием, это одно. Но подобные рекламы продвигают совершенно другие интересы. Например, одним из аргументов, после которого вы должны позвонить по горячей линии, является положительный ответ на вопрос, критикуют ли вас в семье. На мой субъективный взгляд, классифицировать как критику можно абсолютно любой разговор, любую фразу, поведение, действие, жест, даже пристальный взгляд и молчание. Это реклама, своеобразная подготовка. Подготовка почвы для внедрения ювенальной юстиции. Ювенальная юстиция это скрытый механизм вмешательства в дела семьи. Часто в интернете, в блогах и на форумах эту проблему обсуждают и говорят, что ювенальная юстиция действительно необходима. Часто люди опираются на то, что есть проблема детей, оставшихся без попечения родителей. Есть также так называемая проблема социальных сирот, детей из неблагополучных семей. Но для этого у нас созданы соответствующие компетентные органы социальной защиты и попечительства. Также действуют институты инспекторов. В условиях сложившихся культуры, истории и быта эти организации наиболее эффективны для нас. Принципы ювенальной юстиции близки для обществ стран Европы и США. На телевидении и в интернете есть множество статей, которые описывают негативные последствия ювенальной юстиции. Которых, кстати, больше, чем ее достоинств. В Британии учительницы начальных классов запретили вести уроки из-за ее татуировок. Ну, я думаю, вполне справедливое решение. Но, допустим, у нас, где воспитание детей на первом месте, даже нет таких преподавателей. А если есть, то их татуировки точно не видны. Крайней мере, во времена своего детства я ни разу не замечал на крестце у своего трудовика какую-то татуировку. А что, если эта учительница была учителем изобразительного искусства? И она, например, хотела устроить конкурс, кто лучше всего рисует, чтобы потом добить портах на ее спине. В Госдуме рассматривали законопроект, где был поднят вопрос борьбы с детским ожирением в школах. Я бы сказал, что это правильное направление российских парламентарьев. Но, опять же, бороться с ожирением нужно правильно. А самое главное, наверное, даже не бороться с ожирением, а предоставить какую-то альтернативу. Топ, так сказать, продуктов, которые заменят калорийные аналоги. Сникерс-котлета или мясной батончик, этакий люля-кебаб, твикс-спаржа, ну и вместо кока-колы борщ. Как видите, даже на таком примере новости в странах, где существует ювенальная юстиция, существенно отличаются от новостей в странах, где ювенальной юстиции нет. Я думаю, ювенальная юстиция нужна в странах, где возможно и такое. Так или иначе, об этом можно говорить, рассуждать, шутить бесконечно. Ни одна ювенальная юстиция не может защитить и воспитать ребенка лучше, чем это сделают в его семье, родители и близкие. Спасибо за внимание. Это было мое мнение. До свидания.